и снова здравствуйте всем привет и так просили вы меня именно пройтись по животным как их делать ну давайте что-нибудь я тут картинок накидал сейчас мы поднайдем ну вот такая жирафа вот давайте его сделаем так включаем симметрию и любимая моя программа скульпт из альфа 6 для тех кто не знает что это тут такое тот же забраж но только укороченный так если у кого-то есть забраж этот обрезанный ну пожалуйста вышлите мне файл хотелось бы его протестить попробовать как называется там забраж мини или забыл так начинаем всегда вот скульпт из альфа 6 я начинаю с головы сначала делаем голову вот видите тут у жирафа именно вот эта сфера а потом уходит морда ну давайте сначала набросаем массы так клей отключим побольше накидаем массу вот сюда опять же повторюсь для чего это делается для того чтобы когда мы будем вытягивать вот это все дело варфрейм чтобы у нас сетку вот эту не рвала так граф включаем и все это дело вытащим так здесь у нас будет ровная штука мы чуть-чуть приподнимем сейчас флата нам немножко поработаем я думаю получится хорошая бошка и от башки пойдем уже потом тело и так далее так включаем значит флатен все это дело выравниваем морда должна прям вниз смотреть так что колесико отводим и чуть-чуть прям угол отдаем так намечаем сразу же глаза это через alt как и в заброшь глаза пока просто грубовато наметим следом здесь уже лучше работать флата так клеем так что у нас тут получается у нас получается губа и нос если вам трудно сразу ну как-то лепить то лучше сразу рисовать начинайте намечайте нос наметьте сразу здесь будет у него значит рот повыше сюда вот заход здесь самая тонкая часть часть будет и это все дело я думаю выглядит где-то приблизительно ну вот таким вот образом здесь у нас кит идет так уши и шея голова и вот эту губу нижнюю челюсть можно клей отключить и просто побольше массы набросать не бойтесь набрасывать больше массы почему потому что ну массу всегда можно уменьшить так здесь у него идет еще подъем такой голова слишком круглая нужно ее немножко плюснуть и плюснуть лучше вот именно где глаза вот эти вот эта часть так это дело есть голова сейчас мы не можем сделать вот эту часть округлую точно почему потому что у нас нет шеи и шею давайте набросаем побольше массы опять же так вот так это shift правая кнопка мыши если вдруг куда-то не туда ушли опять же не будете вытягивайте и повторяйте все это дело на сетке еще раз в ту сторону в которую будет тянуться именно вот эта сетка мыши побольше прям накидывайте вот прям такую болванку прям делайте и теперь все это дело мы тянем поменьше делаем чтобы больше тянуть вот таким вот образом через alt подкручиваем shift правая кнопка мыши выравниваем и shift подгоняем чуть-чуть значит все это дело перекручиваем подводим приблизительно угол даем чтобы понимать значит куда нам идти вот так через shift чуть-чуть опускаем и грабом значит морду вниз башка чуть-чуть вверху здесь чуть потолще значит даем просто вот вот этот вот вот это значит дело угол корректируем вот так теперь кисточку чуть-чуть поменьше и давайте башку аж до картинки подкорректируем здесь значит сюда уходит здесь уже у него шея тут челюсть вот как-то так сейчас будем нарабатывать массу так выравниваем вытаскиваем накидываем накидываем что опять же накидываем больше массы и постоянно смотрим когда вы вытяжку даете чтобы здесь не было больших порывов здесь вот там можно сейчас кидать 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 и побольше добавить чтоб сетка поплотнее была так здесь тоже мы накидываем массу накидываем накидываем больше 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 вот так да здесь тоже можно накидывать ну вот что-то в таком духе получается теперь мы это дело увеличиваем подгоняем подставляем и так как у нас включена симметрия кисточку побольше значит это все дело компонуем выводим натягиваем и будем сейчас работать именно с массой так здесь вот такая штука теперь погнали визуально уже лепить так значит так здесь у нас получается зад минус вот вот в этой круге что здесь нельзя именно как-то точно вот это все дело потом перетягивать вытягивать ну способ есть но он не такой как допустим the brush удобства да так накидываем значит здесь будет у нас лапы лапы компонуем флата нам сразу так здесь вот флата смотрим что у нас по спине по спине у нас нормально единственно что уплотняем значит вот эту вот часть сделаем потоньше и вот эти ляжки задние поменьше теперь их сразу вот эту жопу чуть-чуть подальше почему здесь же искажения идут и нужно сразу перед тем как делать лапы сделать точно вот эту форму здесь он потоньше идет не такая у него прям не такое у него тело прям аховское наметим лопатки так накидаем лопатки что нам очень нужно лопатки и шея так здесь вот надрезочку сейчас сделаем значит здесь идет надрезка компоновочка следом идет разрез именно здесь лапу будет отходить и грудина потом здесь тоже грудина здесь уже лапа выходит тоже можно наметить и делаем теперь задницу накидываем массу побольше побольше и нужно все это делать рефлатаном угол угол ровно так дело проходим ляшки компонуем это тоже компонуем режем где-то пока пусть будет в таком духе это есть такой пейзаж тут у нас шея вот этой части вот до значит до лопаток быть ничего не должно значит здесь нам нужно конкретно сказать нарисовать что это вот часть именно шеи тоже это все плотно поровнее потоньше понежнее так теперь здесь шея уходит прямо на грудину вы видите что вот эта часть эта часть сильно больше задал ничего приподнимем так ну опять же все сначала будет значит не так все красиво здесь значит поменьше в принципе если по картинке смотреть то вот эта часть можно еще уменьшить вот поменьше сделать теперь делаем значит лапы лапы кисточкой накидываем там побольше в массы и смотрите чтобы сильно они в бок не уходили делайте ну постарайтесь чтобы чтобы потом можно было это все дело потянуть так это мы вытягиваем ставим вперед и сразу же сразу же вот это все дело подтягиваем в центре почему просто здесь больше они в центре стоят лапы так это значит еще сюда сюда и вот это прям сейчас еще докидаем массу видите уже тут может начаться разрыв разрыв нам не нужен так теперь нам понадобится задние лапы так накидываем массу накидываем еще вот сюда побольше потом все выгладим все будет зашибись так и уводим как на картинке чтобы потом я хочу еще все таки анимацию сделать так это значит вот таким вот образом да и шестом немножко выглаживаем так смотрим немножко ровняем тут уже можно на растопырку следом значит здесь потоньше нам как-то так-то да ну да теперь у нас работаем значит с такой штукой флатом флатом нам нужно все здесь повыглаживать так здесь у нас получается масса здесь тоже намечаем сразу вот этот локоть вот кисточку поменьше чтобы анимацию делать и не вставлять потом вот эти такие там завороты приколюки эти так есть такое дело здесь здесь прям потоньше накидываем массу под разными углами я там сразу компоную вот это колено так и от колена делаем вытяжку лапу у него будет потоньше я думаю высота такая если что потом уже значит закорректировать можно будет так теперь граб чуть-чуть лапу это значит у него надувка идет вот этой части следом идет вниз так локоть этот в гид да набираем выбираем накидываем накидываем опять же побольше массы видите в бок уходит он не есть гуд ставим в таком положении накидываем сюда она будет смотреть в бок теперь нам нужно накидать наперед побольше массы побольше и значит что тут тут получается значит это как-то так идет я не пойму как тут с ногой значит это сюда туда ага все это мой косяк так значит эта часть сюда ну давайте сейчас уже раз два и три все понятно так это значит тянем до упора и от упора тянем в эту сторону так тут немножко значит корректировки чуть-чуть выглазаны тут все будет очень тонко делаем больше амплитуду а здесь делаем побольше значит сюда я думаю как-то так уже будет нормально чуть-чуть пониже ну а теперь все клейм можно дорабатывать так значит тут добавляем массы опять появилась реклама неужели подключили неужели так здесь под тоньше здесь значит тоже тоньше здесь у него получается бицуха бицуха это голеня так так пока грубовато все накидываем намечаем и здесь вот эта часть так это значит значит вот бицуха надрезочка тут сейчас все выводим и получается здесь колено отмечаем это будет долепливаться так тут ноги тоже отбиваем так здесь делаем вот такую стукенцию до позвонка делаем ориентир и вот здесь где грудина все выглаживаем потому что здесь должно будет гладко ребра там потом еще можно по анатомии прогнаться немножко чуть-чуть науклоны нижняя дальняя часть выглаживается вот это так еще поменьше так а здесь округляем так пока уплотняется сетка делаются эти наметки так вниз вверх и получается нам нужно дать вот этой локоть здесь получается чуть-чуть еще повыше поднимаем голеня все в том надрезку чтобы если где-то у вас не сглаживается нормально сделайте надрезы и тогда все у вас будет замечательно тут кость намечаем как ну на заводе стоит нормально так с этой ногой сейчас разберемся здесь тоже выглаживаем вымасываем вымасываем здесь еще шуфтом делаем потоньше это значит здесь надрезочку делаем колени ну а тут уже нарабатываем массу без клей шестом и вот сюда вот до колена немножко объем так здесь у нас получается вытяжка вперед сейчас сделаем вот эти углы следом тут тоже немножко корректируем выравнив намечаем значит здесь локоть будет и делаем теперь порезку вот так так все здесь будет теперь дорабатываться нарабатываться масса мы так с этим делаем что у нас обстоит дело так добавляем и вот здесь еще прям тоньше так тут полукруглая должно быть как так как так так шея вы видите что шея тут уже не лады почему потому что вот это дело должно быть там поменьше вот как-то так-то и значит это выглаживаем нам нужно создать этот угол создать угол уши надрезы сделать на лопатках здесь шифтом все это дело выгладить теперь что получается получается что у него здесь вот эта часть значит квадратно гнездовая должна быть так здесь тоже сейчас выровняем здесь поднадуем угу здесь у него грудина переходящая значит здесь у него грудина вот эта часть вот еще ниже тоже округляем дорабатываем массу в том кое-где где вылаживаем следом вот эта часть еще ниже уходит вот угол здесь больше шея чуть-чуть ровняется а эта часть значит отсюда уходит как-то вот вот здесь прогиб чуть-чуть побольше поменьше здесь ребра значит с этой частью нужно чуть-чуть растяжку сделать вот а здесь значит у него тонкая часть здесь чуть-чуть пониже тут чуть-чуть повыше вот вот раз раз вот эта часть сюда квадратная не только так вот таким вот образом теперь все когда болванка готова погнали резать ему так значит башку если у него хоть башка здесь у него уходит округлая морда значит здесь нос здесь все покруглеем отделю потом именно изобраз что еще тут можно добавить добавить можно вот эти части чуть-чуть вытянуть в бок вот именно где черепушка эту часть здесь у него шея потоньше выходит так и голова вот этой головы части нет это у него в принципе шея да потом здесь у него потоньше здесь по стрель по закруглению угол следом к лопаткам идет уменьшение сглаживания даются вот эти углы так здесь тоже угол потом все будем уже доводить так спина тоже округляем зад так сглаживаем корректируем форму в принципе форма нормальная так лапы здесь там сужается она делается тонко тонко она делается так 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 что тонко значит здесь плоская плоская сделана потом получается значит шишечки сгибы сгибы как здесь и там еще потоньше вот здесь копыта сейчас добавим а потом будем уже по копытам ориентироваться давайте копыта добавляем опять же видите тут уже полигоны вытянулись нужно добавлять массу клей отключаем дорабатываем прям по кругу вот так проходим у него копыта должны прям я думаю быть большие не бойтесь залезть на какую-то верхнюю часть вообще в этой программе ничего не бойтесь она сама вас вытянет туда куда вам надо так это значит так копыта у него побольше и по кругу я думаю должны быть мультяшные как бы здесь сейчас закруглим это прям у него ступня большая чтоб не проваливаться в пустыне ну вот что-то в таком духе наметка есть делаем следующие лапы здесь вообще все тонко опять же шифтом выглаживаем закидываем шифтом выглаживаем закидываем лучше потом оттянуть почему потому что здесь мало вот этого места в смысле сетка может рваться значит еще минус какой вы видите что здесь по уровню пола не очень получается определяться так что это можно сделать другой какой-то проги допустим забрас или блендер уже сделать корректировку по полу вытянуть где-то что-то там затянуть так через shift и больше флатона так здесь копыта на две вот такие штуки разрезаны давайте сделаем как будто правда вот такая стукенция стукенция чуть-чуть отцентруем подкоррекируем ну чтобы наши ноги тоже не были кривыми и побольше значит вот этого схватано вот уплотняется сетка я уже показывал когда вот вы начинаете что-то делать у вас определенные уровни стоят поэтому сетка уплотняется здесь вы можете делать допустим лапы я могу сейчас сделать сильно полигональными а вот эти ноги сделать вообще низко полигональными сетку могу делать сетку везде разную здесь округляем закругляем какие-то детальки где-то пяточку где-то вот эти мягкие ткани тоже можно здесь ну что-то вот этакая понарезать и главное чтоб они полностью стояли и были очень большие потому что персонаж значит тонкий и лапы будут смотреться именно большие хорошо что здесь тоже надрезаем что можно помочь все тоньше сделать что у него получается здесь тоже тонкие вот эти части выходят так здесь косточка вот вот эту часть надо шлифовать отсидеть и потихоньку так вот ее уменьшать со всех сторон потому что тут она там тонкая и если шестом выглаживать то будет тянуть какую-то часть это не вещь хорошо так здесь вот эти щеколотки можно заострить где-то еще вот попроходить ну что там еще так поменьше значит детализацию кисточку поменьше и будем рисовать эти голенят я включу уже Warframe такой треугольник рисуем пополам распускаем значит полосу и отбиваем вот эти ну как анатомия у человека делаем голень и вот кость тоже наметку дадим чтобы вот эти тонкие части вот были ну типа сосуды так здесь вот можно отбить вот это колено сделать вот эту мягкую часть а здесь вот вот костец крестец костец так здесь тоже отводим смотрим приблизительно что там у нас получается так это значит кривые ноги мы сейчас оп оп и в эту сторону вот вот видите уже искривление идет вот этих вот как их называют копыть флова так и можно еще колени развернуть вывернуть чтоб потом можно было уже привязываться лепиться так тут еще вот в чем проблема вот эта часть так вот эта часть она вообще тоже тонкая так здесь выходит вот так и вот эту часть вот эту вот эту нужно тоже прямо хорошо прибирать чтобы нога как она там выходит так она выходит сюда на эту часть здесь идет округление ну да так здесь тогда еще потоньше делаем вот эту часть вот выгладываем а теперь ее нужно вытянуть чтобы дооформить именно вот эта клавиина так здесь чуть-чуть пополнее вот эту часть уже нужно сдавливать и по кругу ее как обрисовываем и уходим вот где она вот это здесь вот заворачивается вытяжка у меня галенья так пройдемся по галеньям галенья значит это в бок и голень в бок и делаем поострее значит поострее так поострее в эту сторону значит мы с этой стороны тоже делаем квадратный здесь у нас тоже за острение ну как-то так-то вы ложка подходим нежно плавно значит вот к этой щеколотке здесь можно еще побольше значит выгладить ну вот уже похоже ну вот эту часть нужно немножко вытянуть вперед так эту часть вперед эту часть чуть-чуть помягче значит переходом колено чуть-чуть на болгарник во все стороны вот эти большие коленные чашечки здесь вот и нам сначала это все округляем и сейчас бы мастер закидывал суп сетка уплотнилась а теперь склеим погнали раз-раз-раз округляем с двух сторон накидываем эти мышцы здесь чуть-чуть еще бог поменьше вот тут немножко добавляем толщины шеи так тут шея прям потоньше уходит вот так вот здесь вот тоже не должно вот этого быть переход здесь делаем переход таким значит тут от шеи идет как гортань вот мы ее тут наметим и вот сделаем вот этот уход вот здесь наметим гортовую часть и выгладим вот эту часть голове здесь чуть-чуть вытяжка горло чуть-чуть приподнимаем вверх уводим шею еще больше прогибаем потом нужно подумать что делать с этой частью тоже шерсти вот этой как ее можно лучше добавить так здесь докидываем тоже массы чтобы челюсть была похожа на челюсть тогда глаза вот эти чашечки чуть-чуть еще уменьшаем к носу делаем морду чуть-чуть еще на потоньше добавляем две шайбы это будет у нас рога рога здесь вот где-то вот тут они будут обходить и рога можно вытягивать в разные стороны там подальше потом можно костями их будет подвести не проблема а здесь добавляем ухо побольше массы побольше от интенсивности побольше и вытягиваем ухо и делаем вот так вот вниз и тут вниз и она еще плана вот так в бок уходит вот и пострее так теперь что у нас А теперь надрезаем вот эту вот часть, сейчас мы это уплотним, урезаем, так интенсивность побольше. Так, ноздри, ноздри будем уже долепливать, так, треугольник вот этот налепливаем и уводим вот сюда, так, 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 теперь вот эта губа еще длиннее должна быть, вот так, вот эту часть получена поменьше, так, здесь ровная, через клей делаем побольше зрачок, клей отключаем и делаем где-то, вот так. Ухо еще прям хорошо тут прорезаем, для чего? Потому что здесь сейчас будет, так, рога, обрезку даем, чтобы, ну, не тянуть потом, что не надо. Так, здесь полностью какая-то века, она большая, тоже сейчас все подкорректируем. Веки вообще можно в этом зрачок ставить, ну, не суть вопросов, так, кисточку уменьшаем и через ральт делаем ноздри сразу. Так. Давайте через клей делаем, как бы, надутость из этой части и желательно штрихом. Так, губа у нее не должна, хотя она у нее, по-моему, да, островатая, я сделаю чуть-чуть понадуть ее там. Так. Ну и челюсть тоже можно будет, нет, челюсть нормальная. Так, что тут с рогами? Разбираем. Значит, в этой части они тонкие, а в этой части без клей они, как бы, толстоватые. Ну и опять вот так вот хаотично наносим по барабану. Вот, шишку-то-то нанесли с разных сторон, где больше, где меньше, массы не жалейте. И теперь клейм, все это делая, ловненько, с уголками, все это делая под разными углами, делаем вот эти вот рога и потоньше еще в этой части. О, так, она, по-моему, потоньше идет. О, так он будет симпатичней, чтобы весь был тонкий. Так, ну вот такая наметка, возможно, шея маленькая, еще можно больше ее вытянуть будет. Ну, все нормально. Так, хвост, как делать хвост? Наносим тоже вот эту, прям побольше, побольше, побольше ее накидываем, не боимся, не боимся точнее. И пинку вот эту, если вы низко нанесли, можно вот чуть-чуть ее поднять, сразу подкорректировать, потом тут еще переход сделать. Так, выбираем всю пинку, чтобы она вся в кисточку легла. И вот так вот ее вытягиваем. Так, хвост у него небольшой, наверное, да? Ну да, и все это дело, значит, все в том, что в том делаем тоже тонко-тонко-тонко. И накидываем вот эту пинку, тоже побольше массу. Так, снизу с разных сторон, опять же, не боимся. Главное, чтобы сетка не порвалась, чтобы потом не было дыр. Он не любит, значит, скульпты сальто-шестая, сетки очень, ну, как сказать, страдая. Если вы в какой-то проге захотите, бывает, закинуть общ-файл сюда, а сеткой какие-то там неувязки, то ZBrush будет макикраться и говорить, что, мол, ошибка 222, по-моему. Ну, это тоже пинку. Под разными углами, потоньше, покрасивее, чтоб угол дать тоже и хвосту поменьше переход. Так, здесь еще там потоньше. Вон, так. Здесь, наверное, потолще пускай будет в этой части. И хвост, опять же, вот, чтобы не было такого, значит, вот, отрезаем и делаем вот эти вот все части, там, как назвать, вот, блянки всякие. Так, здесь вот ровные, здесь вот переход на мышцу можно наметить. Здесь уже ребра, само собой, вот они. тоже их можно поднаметить, чтобы увидеть хотя бы вот эти переходы. Ну, вот, получился пока вот такой вот гражданин. Его еще, конечно, можно дорабатывать, наносить мышцы. Но я уже сделаю это, ну, так, отдельно. Тут просто нужно вот теперь посидеть и, вот, они, допустим, вот эти переходы вот надо добавить. Вот раз. Так, здесь вот лопатку можно отрезать. Вот видите, отрезаем и делаю переход именно вот этот вот. Ну, вот эта шишка, чтобы, как бы, ну, это же уже лопатка пошла, правильно? И на отдельная часть, вот это вот чуть-чуть уже анатомии добавить тут. Так, и вот округляем. А можно, значит, латином, опять же, под разными углами проходить, и она будет делать нормальную лопатку. Вот здесь вот под углом можно сделать, отбить ребра еще, где-то живот сделать потоньше. Так, колени. Колени тоже обстоит дело как. Здесь же вот надрезка. Так, это я сильно поставил. Так, Ctrl D. Делаем надрезочку, чтобы у нас зафиксировалось, значит, вот сюда вот переход. Переход вот этот делаем. Вот видите, вот от этой части. Потом здесь внутренняя часть, значит, как бы тоже треугольником надо. Вот, стыковка ноги. Так, здесь уже кость пойдет. Ну и отбиваем вот эту часть вот на колено, тоже угол даем. Ну, чтобы вот кость отделить от колена. Так, и чуть-чуть шестом, шестом, шестом. Так, еще шестом. Так, вот. Так, а колено теперь нужно, ну, опять же, преобразить. Это схватываем. Сверху схватываем. Вот так вот по бокам. Снизу. Вот такая штука. Ну и отбиваем вот этот угол. Ну и заднюю часть. Оп. Ну и тоже самое с этими коленами. Голенями надо тут разрезку делать. Тоже треугольник. Вот так вот. Преугольники вверху добавляем. Ну и посередине отбиваем, допустим, вот две части голени. Так, здесь опять же переход на кость. Так же здесь, что там у меня получается. А, здесь вот чуть-чуть поокруглим. Ну и маску вот это еще доработать. Хирургину тоже. Мышку подобавлять. Ну, будет прикольный персонаж. Ну, на этом остановлюсь. Все, всем пока. До свидания. Спасибо. Спасибо.